привет мои друзья вы посмотрели мое первое видео я там рассказывала что я еду в отпуск в казахстан вылетая рейсом кс-272 в 10 20 утра нашего местного времени полете буду часа полтора нам предстоит пролететь где-то 1132 километра на машине этот путь можно преодолеть часов за 15 должна прилететь в столицу казахстана норсултан ранее бывшая астана по маршруту екатеринбург норсултан летает ежедневно авиалайнер эмбрайер 190 самолет небольшой примерно около 40 метров в длину рассчитанный примерно на 100 пассажиров есть салон бизнес-класса самолет разработан бразильской авиакомпании в начале 2000-х году наш самолет уже разгоняется я всегда волнуюсь в этот момент и молюсь про себя что все было хорошо а вы боитесь летать самолет давайте вместе бояться не так страшно будет у некоторых видео я увеличила скорость так что не удивляйтесь если вам покажется что здесь что-то очень-очень быстро у нас плохая погода недавно прошел дождь и еще вот видите висят темные тяжелые тучи кажется что еще как бы дождь наверно пойдет но мы все-таки взлетели красивый вид внизу я люблю любоваться пейзажем с высоты птичьего полета мне как-то это всегда было интересно как там машины ездят маленькие людей вообще не видать маленькие домики такие игрушечные леса реки озера даже даже облака интересно рассматривать они тоже очень интересные давайте сейчас немножко посмотрим а потом я продолжу что-то вам рассказывать хорошо мы поднимаемся все выше и выше нас уже облака окутали уже не видать землю как-то страшновато борт проводницы казашки приветливые улыбчивые девчонки красавицы пилотов я не видела не знаю а вот пассажиры разномастные и казахи и славяне где-то 50 на 50 сообщение в самолете проводятся на казахском русском и английском языках персонал борт проводники и пилоты свободно говорят на русском без акцента в начале полета борт проводницы предложили нам прессу на выбор а потом предложили питание легкий завтрак не обжираловка конечно но вполне сносно что у нас тут в коробочке смотрим сейчас мне конечно неудобно одну рукой открывать так йогурт маракуйя булочка батончик фруктово-ореховый и сок есть апельсиновый что там еще ложечки салфетки сыр помазать на булочку и такой кексик шоколадный салфетка влажная руки протереть ну вот перекусить можно и еще чай сейчас попрошу после завтрака нам раздали бланки таможенных деклараций с отметкой с сегодняшней даты прилета в столицу заполнять там бланки не сложно я уже точно не помню но вроде писала на русском языке там фамилия имя отчество куда лечу я написала семей там цель посещения написала что гость ну что то такое вот нетрудное ну и самое главное эту бумажку нельзя терять ее нужно будет предъявить при прохождении паспортного контроля на обратном пути в принципе эти полтора часа полета прошли практически незаметно то завтрак то прессу почитаешь то вот в иллюминатор посмотришь полюбуешься видами облаками вот этими кстати смотрите в иллюминаторе видите замерзло стекло там наверное много минусов за бортом где мы с кумбい мы снизились партнеры как он подвижил в котором его переоднанка мы с тябками до 14-15 Продолжение следует... 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 Не в Алма-Ату, вот, да?